Ну здравствуй дружок пирожок. Очередная неделя пизда страдальства, но все это сделано не просто так. Если кто покупает транспорт или недвижимость только по скидкам, то сейчас мы быстро пробежимся по ним. И да, все в игре будет происходить так, как это видит шоколадная нуга с арахисом. Ну или сникерс с лесными орехами. Погнали. Мой дружок пирожок, если тебе нужно много денег, большой уровень, или полная прокачка персонажа, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно, и безопасно. Прокачиваем также консоли, PS4, и наконец таки Xbox. Ну а для ПК боярей, постоянный промокод на 20 лямов. Ссылочка на группу в описании. Закажи прокачку и играй в свое удовольствие. Итак, нового контента нет, только скидки и бонусы, но у меня есть что сказать в оправдании роков. И да, GTA не умерла, так что не расстраивайтесь. Скидки в легендаре мотоспортс на джестер. Классик, чумовая тачка. Покупать, прокачивать, и ставить в гараже рядом с Олегией Ретро. Пегаси Репер, ламба со скидкой 30%. На любителя, тачка хоть и суперкар, а ведет себя как средний спорткар. Хотя передок и стаковые диски цепляют. Т-20, разъебщик цен на суперкары, уже классика, хоть и дорогая. Если и руки чешутся полетать на чем-то большом, то дирижабль можно прикупить со скидкой и разукрасить его как душеньки угодно. Ну а для поклонников фаркрая, можно взять этот жмыхалет и слетят с челиат хорошенько пробздевшись. Ну и теперь Варсток, тут скидка на новенький Минасер в 30%, а также новый прыгающий камшот со вкусом скромжата, сам не пробовал, ибо уже наелся. Ну и теперь пошла жара из обновления контрабандисты, все со скидкой 35%. Валэтл, отличная машина, чтобы съебаться за орбиту Лос-Сантоса. Панаката, привет из Сан-Андруса. Ну такое себе если честно. Крышечка, выпускает быстрые котлетки и летит со скоростью ракетки. Очень быстрый двухместный истребитель. Могул, знаю что не могет, ибо в миссиях по доставке его быстро разбирают на части полицейские вертолеты, но об этом чуть позже. Старленг, ментос с колой в мире самолетов, главное вовремя смешать. Рагу, скорее всего овощное туло, убожество той обновы, но функциональное убожество. Приглядитесь в картинке. На недвижку скидки скудные, 35% на все ангары, мастерские для этих ангаров и почему-то на транспортные склады. Может нас готовит к новой обнове импорт-экспорт с новыми тюничьими тачками, да нет, бред какой-то. Ну а теперь где можно поформить бабки. Двойные выплаты дают за задания из ангара, другими словами ящики по воздуху. Все так же как и на обычном складе, только не нужно платить за сам ящик. Я уже рассказывал про доходность ангара, как раз где-то год назад. В принципе ничего не поменялось, разве что сейчас почти никто это не формит. Но так как денег дают за это в два раза больше, возможно кому-то это станет интересным. Единственный способ неплохо тут разбогатеть, это собрать полный мотоклуб из 7 человек. А после уже запускать миссию, тогда у вас за одну катку будет целых 7 ящиков, а не один. Если вы решили поформить в одиночку, и сразу скажу, что в одиночку сюда лучше не лезть вообще. Особенно консосникам с их раковой опухолью в онлайне видеопрессора Mark II. На ПК такой хуйней страдает реже. К тому же сделано все так, чтобы в одиночку вы не справились. Мне досталось самое убогое задание. Это пролетит под мостами, оно нудное, скучное, унылое, и к тому же очень долгое. И все это ради одного ящика за 10 тысяч. Простите, уже за 20 тысяч. Так как у нас тут двойные выплаты. Я все это дело с горем пополам довез до склада. От лица книгера разумеется. И это было пиздец как нелепо. Все от начала и до конца. Негра просто нагнули раком всем. Рон, рандом, боты, время, ненависть автомобилистов к калорийному персонажу. Короче говоря, я доехал. Да, пол дела сделано. И проебано около 10 минут. Вроде бы немного, но на самом деле достаточно, чтобы задуматься об удалении игры. Теперь продаем все наши богатства. Миссия досталась еще более конченной. Я решил забить свой чугунный болт на обстоятельства и просто лететь. Ведь могу ломогет. Но так как за рулем оказался коричневый друг из Приднестровья, то пули летели не только от полицейских вертолетов, но и от колхозников, которых он пролетал. От первого лица летать забись. Ничего не видишь, кроме цели. Сосредоточен. Тебя ничего не колышет. Но пролетев несколько целей, Сникерс понял, что что-то мать вашу не так. Ладно один двигатель отвалился. Не беда. Осталась одна точка. Дело в та. Подняться повыше и даже если откажет второй двигатель, то просто плавно допорить до нужной точки. Ну прям как в авиашколе с посадкой самолета на военный аэродром. Но хорошая идея обычно приходит слишком поздно и второй Карлсон отказался работать за еду. Могул мог только стремительно терять высоту. Обидно было слить 20 кусков и 20 минут времени в пустоту. Негр пытался посадить птичку как можно плавнее, и это у него почти получилось. Роки все таки решили жалить и подарили 20-ку даже без одного груза. Мелочь, а приятно. Ну ладно, для любителей самолетиков. Есть отличное противоборство. По сути это усовершенствованная команда уцелевших на истребителе. Противоборство воздушная схватка. Простые полетушки. Это то противоборство, когда даже один на один довольно таки азартно. К тому же за рулем дед. Да, дед. Который к сожалению джойстик последний раз держал в 2001 году в симуляторе Agile Variable F111X. Вот тогда были самолеты. Но вернемся, тут как и во всех противоборствах. Чем дольше идет раунд, тем больше денег на выдачу. Несмотря на убогость, простите, непривычность управления, дед быстро вошел во вкус и стал накидывать. За 10-15 минут вот таких полетушек можно вывести больше 50 кусков. А как известно, чем больше раундов и больше времени летать, тем больше денег на выходе. С легкостью можно поднять хоть 100 тысяч. Но если для вас оба этих задания подтверждают аксиому эскобара, то есть еще одно задание, которое принесет вам очень много денег, ну как много. Для обладателей терабайта есть небольшой шанс хоть немного отбить стоимость этой покупки. Задания клиентов из этого дома на колесах также с двойными выплатами. А подцепляют они тем, что некоторые из них можно проходить в одиночку, как собственно я и сделал. А наличие аппарата для продления жизни людям с большим поражением мозга, можно было легко и непринужденно, без использования багов, добраться до нужного места. Прилетев на точку, я ощутил небольшое покалывание в голове. Часть мозга на время отсохла и негр какого-то хуя свалился с хавербайка и побежал искать золото. От пизди всех налетчиков, негр так и спиздил нужное золотишко, но как и положено в любом хорошем боевике, негра застрелили, он так и не смог сесть на свой опрессор. Пришлось негру пиздить тачку, как и положено в любом хорошем боевике. Добравшись до места назначения, шоколадная нуга была хорошо вознаграждена, так что может все так и стоит вернуться в игру и немного покатать, пока тут такие хорошие миссии, хуй его знает. Для чего это все? А денег много не бывает, да? Белоснежка. Ну и теперь сугубо мое личное мнение построенное на дедуктивном методе мышления. Как известно, Рокки вот-вот выпустит Red Dead. Кому-то игра эта может показаться совсем неинтересной, потому что они пока бояре. Но я вас уверяю с 95% уверенностью, что все таки Red Dead придет и на ПК, потому что это гигантская комьюнити, а в игру было вложено слишком много сил. Поэтому я надеюсь, что уже в апреле мы сможем покатать на лошадях с нормальными настройками графики, как это показано в трейлерах, а не как будет на самом деле. Ну да ладно, у нас тут же GTA Online и даже негр идет пешком, только чтобы показать, насколько эта игра охуительна и многогранна. Но то, что она сейчас многогранна, это не охуительно. Но все же, почему нет никаких анонсов обновлений, их пока не будет. Вся мощь продвижения ушла на новую игру. Рокки делают такой жест для того, чтобы основное консольное комьюнити поняло, что в этой игре ловить уже нечего. Нужно переходить на свежий продукт. Как основная масса людей купит новую игру и Рокки запустит Red Dead Online. Они начнут смотреть на то, чем там люди будут заниматься и какие обновы нужно пилить, чтобы удержать аудиторию, а после делать обновление для GTA Online. Когда все будут катать в GTA Online тестируя новую обнову, Рокки будут пилить обновление для Red Dead Online. И вот в таком шахматном порядке будут выходить обновы на обе игры. Пока Рокки не поймут, что денег одна из них совсем не приносит, они будут делать обновление. GTA не умрет еще ближайшие пару лет, это точно. Ведь у многих из нас только недавно появились компьютеры, которые тянут эту игру. GTA будут и дальше покупать, дальше играть, потому что она прекрасна. Она ужасна. Ей нет альтернативы. Реальные альтернативы. Просто шагать по улице, смотреть на ночной город. Это уже охуительно. И GTA Online это не Априсор Марк 2. Это не школьники на гидрах. GTA Online это то, что делаем мы, мы сами выбираем что нам делать. Собрать 30 друзей в закрытой сессии и просто покататься по трассе на тюнингованных машинах. Играть в гольф часами. Проходить сложные гонки. Пытаться доставить груз. Просто бегать по карте и искать приключения. Да все что угодно можно делать тут. Главное найти хорошую компанию, которая сможет выгнать неадекватных людей из сессии. Которая сможет наполнить смыслом эту игру. GTA Online это выбор каждого. Любой выбор. Можно играть с удовольствием в эту игру не потратив ни копейки внутри игровой валюты. А можно бесконечно фармить, так и не получив удовольствия ни от чего. Так что звоните и пишите своим дружочкам пирожочкам и зовите в GTA Online покатать в любимое противоборство или гонку. А с вами был Дилетант. Всем ББ, всем ГГ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok